Всем добрый день, я надеюсь, меня слышно. Давайте посмотрим, что тут у нас предлагает относительно темы логического реализма наша Ела Шер. В общем, ее статья называется «Где существует или где находится логика в мышлении или в мире?». В общем-то, структурируя свою статью, она говорит, что ее основная цель в этой работе представить так называемый единый ответ на следующие пять вопросов, которые указаны у меня на слайде. То есть это, собственно говоря, тот вопрос, который вынесен в название презентации, в название ее статьи, то есть где существует логика в мышлении или в мире. Второй вопрос. Нуждается ли логика в некотором основании? Если же она в этом основании действительно нуждается, то есть ли какие-либо препятствия на пути к тому, чтобы это основание обнаружить? Если же эти препятствия действительно есть, то каким образом их можно преодолеть? Третий вопрос заключается в том, как, собственно говоря, работает логика, что представляет собой логическая форма, отсылают ли к чему-либо логические константы и так далее. Четвертый вопрос. Это, собственно говоря, вопрос о том, что такое критерий логичности. И пятый вопрос. Каковы отношения между логикой и математикой? То есть, в принципе, это такой небольшой план ее статьи, которые она, в общем-то, и реализует. В принципе, большая часть статьи как раз-таки посвящена рассмотрению первых двух вопросов, которые у меня жирненьким цветом выделены. По третьему, четвертому и пятому вопросу она проходится так вскользь, просто как бы представляя свою позицию, особо не аргументируя. В общем-то, с чего она задумалась о том, ну вот об этом самом вопросе, где существует логика. Ее собственная позиция заключается в том, что логика фундирована, ну либо имеет основания, как в мышлении, так и в мире. Собственно говоря, вот эти два основания, мышление и мир, они находятся в определенной взаимозависимости друг от друга. Логика за вот таким ответом, за такой позиции заключается в том, что с ее точки зрения знание должно иметь основание как в объекте, то есть в то, о чем это знание, в данном случае это мир, понятый в широком смысле, и иметь основание также в субъекте, то есть в некотором познавательном агенте, вот об этом самом мышлении, которым она пишет, но тоже понятым в широком смысле. То есть таким образом получается, что фундирование знания в мире – это соответствие действительности, под этим соответствием она предполагает соответствие стандартам истинности, доказательства и фактического обоснования. А фундирование же знания в мышлении, то есть в агенте, в познающем, это соответствие каким-либо прагматическим, концептуальным, трансцендентальным, лингвистическим и, возможно, еще каким-то нормам. Но если насчет прагматических, концептуальных и языковых, то в принципе все более или менее понятно, так даже на первый взгляд, то вот как раз к вопросу о том, что такое трансцендентальные нормы, и что значит быть им соответствующим, у меня возник небольшой вопрос, если честно, я так и не определилась, что тут можно понимать под некоторыми трансцендентальными нормами. Пойдем дальше. Значит так. Она, в общем-то, еще также отмечает, что вот этот вот ее вопрос о том, о чем фундирована логика, и вот этот ее ответ, что логика фундирована как мышлением, так и миром, он, в общем-то, вытекает из двух противоположных позиций о том, что логика фундирована только мышлением или логика фундирована только миром. В общем-то, позиция, согласно которой логика фундирована только в реальности, только в мире, эта позиция как раз-таки менее популярная, потому что чаще всего, в общем-то, философская традиция утверждает, что логика фундирована мышлением, Например, Кант рассматривал логику как имеющую основания исключительно в мышлении. Также делали посткантианские идеалисты. Карнап, по ее признанию, рассматривал логику как фундированную на некоторых прагматических конвенциях. Ну а многие современные философы рассматривают логику как такую науку и, скажем так, область знания, которая вообще не нуждается в каком-либо фундировании. Ну вот, собственно говоря, исходя из вот такой, скажем так, историко-философской ситуации, она и приходит к постановке вопроса о том, где существует логика и чем она фундирована. Ну и первое из пунктов, согласно которым она начинает развивать свою идею о том, что логика фундирована и миром, и мышлением, заключается в том, что логика занимает особое место в нашей системе знания. У логики есть две отличительные черты. Это вот некоторая базовость и общность. Подождите, не три черты. Я не поставила запятую. Получается три черты. Базовость, общность и ее нормативная сила. То есть, если мы, например, сравним логику с физикой, то мы увидим, что физика связана с законами логики, в то время как логика, ну, по крайней мере, ее большая часть, с законами физики не связана. Мы можем помыслить логику, существующую за пределами физики, но помыслить физику, существующую за пределами логики, мы не можем. Логика абстрагирует содержание физических терминов, физических понятий, но физика не абстрагирует, то есть не выделяет содержание из логических понятий. Логика предоставляет некоторые инструменты для физических теорий, но физика, по крайней мере, по своей большей части, не предоставляет инструменты для логических теорий. Если мы совершим какую-то серьезную ошибку в логике, то мы так или иначе подорвем наше физическое знание, но даже наиболее серьезные ошибки, которые встречаются в физике, вряд ли подорвут нашу систему логического знания и так далее. В общем-то, в связи с этим она утверждает, что логика предоставляет другим наукам как раз-таки вот эти самые нужные понятия, без которых они не могут существовать. Это логическая форма, логический вывод и логические критерии непротиворечивости. То есть, в принципе, мы можем помыслить, и более того, наша система знания может выжить при удалении из нее различных наук, конкретных частных наук, физики, химии и так далее. Но она не может быть помыслимой и не может существовать без логики. Соответственно, вот этот вот слайд, он как раз предоставляет нам первую причину необходимости найти фундирование логики. То есть, если логика это у нас практически, ну, скажем так, системообразующая сила всего знания, системы нашего знания, то неплохо бы найти для такой системообразующей силы какие-либо основания. Следующее. Это важность умозаключения. В общем-то, она утверждает то, что мы, как познавательные агенты, в общем-то, ограничены в своих эпистемических средствах. И мы можем знать только малую, ну, то есть только малая часть нашего знания, в общем-то, приобретается нами относительно напрямую. Большинство знания, большинство, скажем так, частей знания, мы должны приобретать последствием вот умозаключений, ну, или, по крайней мере, с их помощью. Таким образом, умозаключение – это метод, который необходим для всей системы знания, которая претендует на преумножение знаний. А, собственно говоря, именно эта цель у науки и существует. То есть мы должны увеличивать знания и приобретать его как можно больше. Логическое умозаключение имеет два преимущества перед умозаключениями, существующими в других науках. Это вот, как у меня написано, широкое применение и модальная мощность. Так, например, химическое умозаключение, оно мощное, но оно ограничено по своему применению. Вот, например, она приводит пример, что если мы знаем, что вода – это H2O, мы можем использовать это для того, чтобы расширить наши знания о феноменах, о явлениях, которые связаны с водой. Но вот это самое химическое умозаключение, оно ограничено только физическим знанием и какой-то, только малой его частью, то есть вот этой вот частью, которая связана с водой. И, собственно говоря, распространить вот это самое химическое умозаключение на какие-либо другие науки мы уже не можем. Соответственно, логика в этом случае оказывается в более выгодном положении, так как ее умозаключение имеет широкое применение и, то есть не ограничено какой-то одной конкретной сферой, областью знания, и имеет модальную мощность. Связано, ну вот про модальную мощность конкретно говорит, что умозаключение о логике сохраняет не только свою истинность, но также свою доказательственность и модальный статус. В результате мы приходим к выводу о том, что логика играет большую роль для нашей системы знания. Она позволяет нам приумножать знания, то есть как всякая цель научного познания, и уменьшать количество ошибок посредством предотвращения несогласованности, противоречий или каких-либо невалидных умозаключений. В общем-то, то, что у логики есть такой хороший инструмент, как логическое умозаключение, который позволяет нам работать с разными науками, это, в общем-то, является второй причиной необходимости найти основание для логики, то есть чтобы понять, что вообще за инструмент и почему мы им пользуемся. Третий пункт, который она отмечает, что логика должна работать, и работать она должна именно в мире. Любая, как и любая другая теория, то есть физическая или химическая, логическая теория может быть корректной или некорректной, то есть работать в мире или не работать в мире. В общем-то, полезная, скажем так, логическая теория, она не должна вступать в конфликт с миром, в общем-то, как должна это делать любая другая теория. Соответственно, мы должны понимать, что логика не должна противоречить миру, и, соответственно, в связи с этим нам необходимо найти основание для этой логики, чтобы выяснить, как говорится, на основании чего она, в общем-то, не противоречит миру. Ну, и это вот третья причина как раз-таки. Четвертая причина, которую надо рассматривать, это уже указание ее на то, что логика соединяется с реальностью, то есть она связана с миром посредством истины. То есть, когда мы говорим о том, что логика должна работать в мире, мы, по сути дела, говорим о том, что вот эта работа в мире осуществляется посредством истины. Так, она берет как раз-таки отношение логического следования и говорит о том, что, ну, в общем-то, отношение логического следования – это отношение сохранения истиности. Если Г – это у нас обор предложений и С – это у нас конкретное предложение, то С логически следует и из Г тогда и только тогда, когда истина совокупности предложений в Г сохраняется в С. Таким образом, истина зависит от того, какое положение дел в мире существует, и в зависимости от того, как это положение дел в мире утверждается в каком-либо предложении. В данном случае она говорит, что логические суждения могут как фальсифицироваться миром, и это вот негативный смысл фундирования, ну, то есть вот этого самого основания логики. Так могут и обосновываться миром, то есть это вот позитивный смысл фундирования. Так, сейчас я посмотрю. Вот, таким образом, логическое следование как раз-таки связано с реальностью, связано с миром через внутренне присущую ему истину и через внутреннее присущее ему отношение между истиной и реальностью, и также внутренне присущей ему релевантности второго к первому, как она утверждает. Из всего из этого она делает вывод о том, что логика сфундирована реальностью не только в традиционном смысле быть фундированы как концептуальной реальностью, а в более, таком, скажем, прагматичном смысле, менее загадочном смысле быть фундированы определенными законами поведения объектов и свойств мира. То есть, в общем-то, логика фундирована объективными характеристиками реальности. Ну, как я уже сказала, это вот с ее точки зрения четвертая причина необходимости найти как раз-таки основания для этого, для объекта. Пятая причина, что таким образом, так как наши логические суждения могут быть как фальсифицированы, так и обосновываться миром или реальностью, соответственно, мы можем столкнуться в ситуации, столкнуться с такой ситуацией, в которой у нас возникает возможность ошибки в логике. Ну, логическая ошибка – это противоречие, а противоречие – это, в общем-то, фактическая ошибка. Когда логическое суждение утверждает нечто об объектах в мире, ну, или положении дел, но фактически в мире этих отношений между объектами или вот этого положения дел, его, в общем-то, нет. Так она приводит в пример теорию Фреги и говорит, что парадокс Рассела, в общем-то, доказал, что в фрегианской логике существует фатальная ошибка. И широко распространено мнение, согласно которому источник этой ошибки у Фреги, он фактически, то есть это фактическая ошибка. Логика Фреги привержена идее существования объекта класса, который не существует, в общем-то. Ну, и, в общем-то, раз у нас имеется возможность ошибки, то нам необходимо понять, каким образом нам нужно строить нашу логику, так, чтобы этих ошибок избегать, чтобы она не противоречила реальности, ну, и находилась в согласовании с истиной, ну, то есть согласовании с реальностью, вот через эту самую истину. Ну, это, в общем-то, по сути дела, есть пятая причина необходимости найти основание для логики. Несмотря на это, считается, что есть некоторые препятствия для нахождения обоснования логики, ну, вот, или фундирования. Основное препятствие для основания логики – это бесконечный регресс, то есть некоторый круг в обосновании. Ну, вот, она говорит, не только она, а вообще, в принципе, говорят о некоторой логоцентризме, что, вот, я привела цитату Шефера, на которую она ссылается, что для создания концепции логики мы должны предполагать и использовать логику. И также она еще тут излагает идею Вильгенштейна о том, чтобы найти основание логики, мы должны оказаться за пределами логики, но за пределами логики не существует какой-либо когнитивной точки зрения, чтобы мы, в общем-то, могли начать искать эти самые основания. В общем-то, вот это самое препятствие для фундирования логики, вот этот самый логоцентризм, она считает наследием фундаментализма. И, в общем-то, для того, чтобы избавиться, ну, чтобы преодолеть вот это вот препятствие, нужно каким-то образом посмотреть на то, что происходит в фундаментализме, и попытаться его каким-то образом скорректировать. Фундаментализм, в общем-то, представляет собой позицию, которая пытается найти, ну, найти, предоставить и обосновать, скажем так, основания для знания в какой-то более или менее простой и понятной манере, так, чтобы у нас был какой-то первичный элемент знания, затем вторичный, третичный и так далее, чтобы мы могли выстроить такую некоторую структуру, иерархичную структуру знания, ну, и пользоваться при этом каким-то определенным методом. Ну, вот, в общем-то, на слайде представлены три основных аспекта этого фундаментализма. То есть, что вот базовые элементы знания, наши какие-то базовые представления, они фундированы реальностью напрямую, то есть мы знакомы с ними через опыт или интуицию. Производные элементы знания, они фундированы реальностью уже опосредованно, то есть благодаря тому, что у нас есть некоторые базовые элементы знания и плюс какие-то эпистемические процедуры, и с помощью которых мы от базовых элементов знания перешли к производным элементам знания. Ну, и вот эта вот самая эпистемическая процедура, при помощи которой мы от базовых элементов знания переходим к производным элементам знания, это так называемый дедуктивный метод. И этот дедуктивный метод, он обеспечивает нам строгий порядок. То есть мы постепенно из одного элемента выводим второй, из второго элемента третий, третьего, четвертого и так далее. В общем-то, получается, что фундаментализм, в принципе, как вот некоторая такая эпистемиологическая программа, она требует от нас предоставить основания для каждого элемента знания и связать эти элементы знания с вот этими самыми базовыми элементами знания. Но, с другой стороны, получается, что, несмотря на, скажем так, кажущуюся идеями встроенную и подходящую позицию, в итоге получается, что, в общем-то, эти самые базовые элементы знания, фундаментализм обосновать не способен. И в этом заключается его основная проблема. В общем-то, конкретно с логикой получается так, что в основании системы знания оказывается именно она. Ну и раз она лежит в основании системы знания, а базовые элементы знания мы никоим образом в фундаментализме обосновать не можем, у нас получается, что фундаментализм не способен обнаружить основания самой логики. То есть, либо логика у нас оказывается безосновной, либо надо искать куда-то дальше, и логика не является предельным основанием. Вот, чтобы выйти из этой затруднительной ситуации, Шер предлагает разграничить, собственно говоря, проект фундаментализма, как вот такую эпистемиологическую программу, и фундаменталистскую методологию. По сути дела, у меня вот тут стоит плюс, но это не совсем правильный значок. Конкретно под фундаменталистской методологией она здесь имеет в виду то, что вот разграничить проект фундаментализма и фундаменталистскую методологию, речь идет о том, чтобы отказаться от требования соблюдения строгого порядка. То есть в данном случае под фундаменталистской методологией как раз-таки понимается вот это вот требование соблюдения строгого порядка, вот дедуктивный метод, как на предыдущем слайде было указано. Вот она нам приводит такую табличку. Сравнение фундаментализма и когерентизма. Тут у нас есть, получается, три параметра. То есть вот здесь мы, вот крайняя правая колонка, это параметры о том, фундируются ли знания реальностью. В случае, соответственно, фундаментализма, да, в случае когерентизма, нет. Используем ли мы какие-либо ресурсы для обоснования нашего знания, ну вот в процессе фундирования. В фундаментализме мы используем их ограниченно. Так, подождите секунду, думаю, я что-то не то написала. А, нет, все правильно. Да, таким образом... Да, вот здесь вот должно быть вместо «да» должно быть ограниченное использование. В отличие от конгерентизма, который не ограничивает это использование. И вот первая колоночка «Строгий порядок в отношении фундирования». Это как раз-таки вот та самая фундаменталистская методология, от которой Шер предлагает отказаться, ну, либо попробовать ее пересмотреть. Почему, собственно говоря, она сравнивает фундаментализм и когерентизм? Как раз-таки именно вот по этому первому самому параметру, вот по этой самой первой табличке. Потому что если фундаментализм у нас требует этого строгого порядка, то когерентизм вроде как не требует, поэтому давайте их сравним. Вот после того, как она сравнивает фундаментализм и когерентизм, она говорит, что, в общем-то, посмотрев на эту табличку, мы понимаем, что у нас не все возможности исчерпываются вот этими тремя параметрами. Ну, вот, то есть можно представить еще какую-то третью позицию, которая будет выглядеть немножко по-другому. Ну, вот она называет ее основание без фундаментализма «foundation without foundationalism». То есть тут у нас получается как раз-таки, как у когерентизма отсутствует строгий порядок в отношении фундирования, так же, как у когерентизма у нас неограничено использование ресурсов знания в процессе этого фундирования, но в отличие от когерентизма и как у фундаментализма, мы требуем, то есть нам необходимо, чтобы знание было фундировано реальностью. Так, сейчас я посмотрю, что тут еще есть интересное. Ну, в общем-то, как вот по-другому можно сформулировать, что основание без фундаментализма разделяет фундаменталистская приверженность к необходимости фундировать все знание в реальности, в то же время отказываясь от его строгих методов. Вот под этими строгими методами она также понимает отказ от заранее какой-либо формальной структуры каждого этапа процесса фундирования. Ну да, вот, здесь еще как дублировала. То есть вот у нас есть обязательство по фундированию знания реальности, но нет обязательства к использованию строгих методов и определению заранее формальной структуры каждого этапа процесса фундирования. Благодаря тому, что мы сохраняем требования фундирования знания в реальности, мы не отказываемся от стандартов истинности в смысле соответствия этой реальности. Ну, я думаю, это понятно, о чем идет речь. И вот она говорит, что вот эта самая позиция основания без фундаментализма это некоторая холистическая стратегия, то есть это такой фундаменталистский холизм. Холистским она его называет, стратегию эту ее называет, в смысле того, что она подчеркивает существование открытой сети отношений, в которых состоят все элементы знания. Ну, то есть у нас, опять же, получается некоторая большая система знания, в которой все элементы связаны друг между друг. Вот. Ну, и так как это, получается, у нас нет требования к строгим, к сохранению строгих вот этих вот методов, мы таким образом можем найти основания для логики, так как у нас все отношения, все элементы находятся в отношениях друг к другу и связаны друг с другом. Соответственно, мы можем найти основания для каждого элемента. Ну, и вот у нас, так как нашим основным элементом знания здесь была логика, вот, в общем-то, мы можем тогда найти основания и для нее. Основная идея, которую она в связи с этим развивает, заключается в том, что логика фундирована формальными или структурными законами мира, то есть законами, которые регулируют поведение формальных структурных свойств объектов, ну, вот, или их формальное поведение. Понятие формального закона, оно сближает с понятием математического закона, и таким образом у нас устанавливается определенная связь между логикой и математикой. Так, сейчас посмотрим, что есть еще. Так. В общем-то, почему мы связываем логический закон с математическим законом? Ну, вот, сейчас мы посмотрим, что она говорит. Традиционные черты логики, вот, которые она перечисляет. Необходимость и общность, формальность, априорность, аналитичность, нейтральность, нормативная сила и надежность. Тут у нее стоит certainty. Ну, не знаю, как можно было бы это получше перевести. Очевидность, может быть. Ну, не знаю, в общем, вроде бы я посмотрела, что про надежность говорят в данном случае. В общем-то, если мы посмотрим на концепцию фундирования логики реальностью, вот этому самому холистическому подходу, то мы увидим, что она несовместима. Ну, вот в этой концепции логики не может быть свойства аналитичности. Так как логика у нас существенным образом фундирована реальностью. Также частично с концепцией фундирования логики несовместимы свойства априорности у логики. Но, как она говорит, что, в принципе, можно говорить о том, что так называемая новая или относительная априорность у логики может быть. И таким образом получается, что вот согласно новому холистическому фундаментализму у логики остаются следующие черты. Это необходимость, формальность, относительная априорность, ну или новая априорность, нейтральность, нормативная сила, всеобщность и надежность. Ну, то есть, получается, у нас исключены априорность, ну, так или иначе, и аналитичность. И все это является результатом того, что мы фундируем логику в реальности. Дальше Шайер говорит о том, что если мы посмотрим внимательно на все вот эти вот свойства, мы поймем, что все из них следуют, в принципе, из свойств формальности. Таким образом, если все эти свойства могут быть выведены из свойств формальности, так или иначе сведены, мы можем сказать, что наиболее правильно охарактеризовывать логику через как раз-таки свойства формальности. И раз у нас это свойство является основным, то мы просто можем говорить, не уточнять, что логика является необходимой, нейтральной и так далее. Мы просто можем говорить о том, что логика является формальной. Формальность, она определяет через вот так называемый критерий формальности. И формулирует его следующим образом. И единственный тип объектных законов, который обладает всеми вот этими свойствами, необходимости в сообществе, нейтральности и так далее, это математический закон. Примеры такого закона, математического закона, она называет примеры положения, что у нее тут еще, конечной кардинальности, не знаю, правильно это сказать. Закон тождества. И так далее. Вот. Эти законы, как он утверждает, необходимы, формальны, относительно априорны и в высшей степени надежны. Они также являются наиболее общими законами и нейтральными относительно... Могу сказать... В общем, они могут применяться к различным объектам. То есть не к какому-то конкретному объекту, как, например, в случае с химическим законом или физическим, а ко всем объектам вообще, какие только может быть. И, в общем-то, нормативная вот эта вот сила, которая свойствует, тут еще одно указано, она сильнее, чем в случае каких-либо других законов. То есть, ну, биологические законы должны подчиняться математическому закону, но не наоборот. Так, ну, и вот основные выводы всего из этого, которые она делает. Логика дает, ну, и предоставляет нам, как агентам познающим, так и всей нашей системе знания, некоторый метод умозаключения, который основан на формальных законах поведения объекта в мире. Логические константы обозначают формальные свойства, ну, или отношения, или функции объектов. Логическая форма отражает формальную структуру положения дел в мире, которая утверждается в некотором предложении. Дальше. У нас существует разделение труда между логикой и математикой, относительно вот этого самого формального, ну, который был представлен в критерии формальности. То есть формальное, как таковое, изучается в математике, но в качестве основы для метода умозаключения используется в логике. Логика и математика развиваются в тандеме. Начиная с каких-либо базовых формальных принципов, базовая математика развивает логику, которая, в свою очередь, начинает развивать, вести к развитию более, скажем так, усложненной математики. А математика уже снова начинает приводить к каким-то развитиям в логике и так далее. Вот она говорит о том, что развитие как раз-таки логики при помощи математических средств может идти по двум методологически противоположным путям. То есть путь минимизации и путь максимизации. Путь минимизации у нас ведет к построению минимальных логик. Ну, к примеру, в качестве примера стандартная первопорядковая логика. И вот как раз-таки в минимальных логиках критерий формальности понимается как ограничение на логичность. То есть это некоторые необходимые условия выбора логических операторов. В максимальных логиках с критерием формальности все остается точно так же. Ну, плюс к нему... Так. Так, вот она пишет. Выбирая путь максимизации, этот критерий, то есть критерий формальности, становится полным критерием логичности. То есть необходимым и достаточным условием выбора логических операторов. Так что тут я не помню, помню, что я разобралась с этим. А сейчас почему-то смотрю, ничего не понятно. Спасибо. 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 Ну, это связь может быть как истинная, так и ложная. То есть когда вот она говорила там, что у нас логика должна работать в мире, то есть она должна подтверждаться миром либо фальшифицироваться. Ну и в данном случае получается, что если логика у нас правильным образом отражает формальную структуру положения дел в мире, то у нас правильная логика. Если она отражает неправильность, то неправильная. Ну и вот основной вопрос о том, должна ли быть логика фундирована и что с этим делать, она отвечает на этот вопрос утвердительно. Основное препятствие для фундирования логики, то есть вот этот логоцентризм и круг в обосновании, получается, можно преодолеть, даже не выходя за рамки фундаменталистского проекта, но этот проект требует небольшого пересмотра. Ну и вот как она предлагает, мы оставляем саму суть этого проекта, о том, что элементы знания должны быть действительно фундированы, но смягчаем требования к способу фундирования, наверное, к этому строгому порядку взаимоотношений между элементами знания. На этом, наверное, все. Спасибо. Задаем вопросы. Алло, алло. Да, задаем вопросы. Так, ну вот, если позволите, у меня возник вопрос, в докладе встречалось выражение «нормативная сила логики». Вот что это такое «нормативная сила логики»? Это в самом начале было. Я забыла включить микрофон. Смотрите, когда она говорит о нормативной сила логики, речь как раз-таки идет о том, что логика накладывает определенные ограничения на функционирование, на построение теории в науках других каких-то либо конкретных. То есть, ну как вот сейчас, ну нет, прямо где-то была формулировка, точнее, формулировка, а пример. Логика дает нам самые базовые инструменты для совершения валидных умозаключений. Она говорит нам о том, какие комбинации утверждений разрешены и какие не разрешены. То есть, каким образом мы можем делать умозаключения и не можем. И, в общем-то, то есть физика и химия нам не может сказать, каким образом мы должны связывать друг с другом элементы наших теорий. А вот логика как раз-таки может. Вот это вот и предполагается под нормативной силой. То есть она задает нам нормы того, как должны быть связаны, ну, по сути дела, предложения друг с другом. Что из чего мы можем вывести, что из чего мы не можем вывести и так далее. Хорошо, спасибо, Ольга. Ну, у меня вопросы, конечно, еще есть, но я лучше, наверное, их потом как бы перечислю в своем выступлении, потому что найти сразу ответ представляется немного сомнительным. Поэтому, пожалуйста, у кого еще вопросы, Ольге, по докладу? У меня вот вопрос по поводу парадокса Рассела. Мне не совсем понятно, в каком смысле фактически существует класс, который предполагается существующему Фреге. И что значит, что ошибка, которую Фреге по словам share допустил, является фактической? Ну, если честно, то, в общем-то, у нее подробного предложения этого нету, потому что там всего лишь на всего один абзац. В принципе, все, что я сказала, это было все, что она написала по поводу того, что это была фактическая ошибка. То есть вот, Расселовский парадокс доказала, что была фактическая ошибка в фрегеанской логике. И широко распространено убеждение, что источник этой ошибки фактический, ну, фактуальный, наверное, как лучше. В общем, фрегеанская логика привержена идеей существования объекта, некоторого объекта, класса, который не существует и не может существовать. То есть, может быть, тут, конечно, имеется в виду, что, допустим, закон тождества у нас имеет какое-то основание в реальности, и, наблюдая факты, мы приходим к закону тождества, а закон тождества... Да, то есть, если мы смотрим и предполагаем, что вот, ну, так как она пытается фундировать логику в мире, получается, что если некоторых отношений между объектами не существует, а мы утверждаем, что эти отношения существуют, то наша логическая теория верна... ой, ложна. Вот, и у меня еще один вопрос, уточняющий. Ну, то есть, логика-то все-таки одна? Или их много? Хороший вопрос, несомненно. Потому что, ну, как бы, как бы, как бы, как бы, например, соотнести классическую логику и, там, тут же, квантовую? Они все-таки немного о разных вещах говорят, о разных логических структурах. И та, и другая фундированы реальностью, по-моему, в одинаковой степени. Мне кажется, на этот вопрос Льва Гудман бы хорошо ответил. Миров существует бесконечное множество, и каждый из этих миров детерминирует свою логику. Ну, то есть, получается, что Шер интересуется тем, как, что вообще фундирует любую логику. Не какую-то конкретную, а, в принципе, логику вообще. Ну, это да, это прям, безусловно, точно. Более того, ее же в итоге интересует, ну, не то, что интересует, а в итоге, благодаря тому, что она связывает логику с математикой через вот это вот понятие формального закона. В общем-то, получается, что ее интересует отношение-то между логикой и математикой, нежели отношение между различными логическими теориями. А что тогда, получается, ну, как бы является более общим? А что находится в подчинении? Математика по отношению к логике более общая или логика по отношению к математике? Ну, потому что конкурирующих логических теорий, ну, найти достаточно легко. А вот альтернативные математики как-то, ну, их, в общем-то, нет. Ну, то есть, можно, конечно, говорить, что классическая математика и конструктивная, они разные. Но просто одна включается в другую. Ну, то есть, они не противоречат друг другу. Явно как-то, напрямую совсем. Ну, если опираться на то, что она говорит о том, что существует разделение труда между логикой и математикой, а то, что они должны работать в тандеме, по идее, они не должны находиться в отношении подчинения одна одной. Скорее всего, они параллельно друг с другом идут. Ну, мне кажется, это, ну, то есть, это очень сложный момент, в смысле того, что если мы говорим, что они друг к другу по отношению друг к другу идут параллельно, то тогда не совсем понятно, каким образом мы рассуждаем, когда занимаемся математикой. Потому что мы же тоже логические рассуждения тоже строим. И, кроме того, насколько я понял, в самом начале она говорит, что, в принципе, мыслить без логики невозможно. Ну, там, ссылаясь, в том числе, и на Витгенштейна. Вот, то есть, математика невозможна без логических рассуждений. Ну, тогда как-то между ними отношения достаточно сложные и совершенно непонятные, пока, по крайней мере. Вот, не знаю, может быть, надо просто для уточнения обратиться к основанию безфундаментализма. Это, насколько я понимаю, прямая цитата, книжка у Шапира, так называется, 91-го года. Да, да, она прямо ссылается на нее. Ну, вот. Может быть, там какой-то ответ на этот вопрос есть. Ну, ладно, спасибо. У меня больше вопросов нет. Пожалуйста, может быть, у других еще есть вопросы. Ну, если вопросов нет, я бы просто выскажу скорее свои соображения, чем вопросы по тексту, касающиеся некоторых неясностей для меня также. Ну, вот. Где-то ближе к началу статьи у Шер идет речь о фальсификации логических суждений. Вот, мне кажется, это немножечко как-то сомнительно звучит. Возникает вопрос, каким образом мы можем фальсифицировать логические теории мира. Особенно если согласиться с Шер, что в логических теориях наиболее важным является их формальность. А тогда фальсификация миром как-то провисает немножечко. А вместе с этим провисает также идея, что логическая теория может быть некорректной. Может ли логическая теория быть ложной? Ну, мне кажется, это нонсенсом. Говорить, что логическая теория может быть ложной теорией. Если мы имеем ложную теорию, то это как бы для меня по определению какая-то содержательная, а не логическая теория. Ну, вот следующий момент Лев отметил. Когда Шер говорит, что противоречие – это фактическая ошибка, это звучит странно и в противоречии с классиками аналитической философии. Ну, например, у Вайсмана передается позиция Виргенштейна в фрагменте «Антигуссерль». Вот в фрагменте «Антигуссерль» говорится о том, что, согласно Гуссерлю, красное не есть зеленое. Красное – это нечто, что имеет значение в отношении вещей, в отношении мира. Красное не есть зеленое. А по Витгенштейну красное не есть зеленое – это синтаксическое правило. Это относится к грамматике нашего языка и, конечно же, не может быть фактической ошибкой. И Витгенштейн пытается привести Гуссерлю, не знаю, насколько успешно, к самому противоречию на этом основании. Чтобы Гуссерль не утверждал, что это имеет отношение к вещам – красное не есть зеленое. Вот. Ну и далее Лев также это отмечал. Говорить о классах, как о фактах, тоже очень сомнительно. Факт – это то, что имеет место во времени и пространстве. А классы, ну, я бы не стал утверждать, что классы имеют место во времени и пространстве. Далее, я так и не понял, зачем Шерр понадобился логоцентризм. Это светлое, прекрасное слово. Оно как-то не совсем, мне кажется, уместно. Логоцентризм – наследник фундаментализма. Ну, может, Шерр желает переодеть фундаментализм или отказаться от классического фундаментализма, вводя этот подозрительный термин – логоцентризм, который у меня неизменно вызывает восхищение. Далее, в отношении того, что, дескать, нелогоцентристский фундаментализм отрицает строгий порядок, это тоже, мне кажется, некоторая ересь в отношении классиков. Когерентизм – это Гудман, когерентизм – это Дэвидсон. И, в общем-то, строгий порядок никем из них не отрицается, особенно Гудманом нисколько не отрицается. А у Дэвидсона когерентизм связан с так называемым фундированием реальностью, о котором Шерр говорит. По Дэвидсону то, что когерентно определяется в конечном счете миром, но миром рассматриваем он не как какая-то совокупность фактов, а как некоторое целое. Размышления по поводу логики и математики – это, конечно, очень интересная тема, но решение автора не очень понятно. Вроде бы, как я понял из доклада Ольги, Шерр считает, что математические законы подчиняют логические законы. Ну, с этим, мне кажется, можно согласиться, ведь в математике возможны строгие, значит, дедуктивные построения, которые имеют неформальный характер. А в логике тоже все строго и дедуктивно, но все-таки, по крайней мере, есть некоторое стремление к формальности для того, чтобы сделать доказательства как бы более доступным, может быть, человеческому уму. Поэтому я вот на вопрос Льва, ссылаясь на Шерр, ответил, что все-таки логика должна подчиняться математике, но в логике есть что-то еще. В логике есть какая-то прагматика, которая иногда отсутствует в математике. Ну, вот такие примерно у меня возникли соображения. Не знаю, насколько они соответствуют позиции Шерр. Мне показалось, что некоторые моменты в ее работе достаточно сомнительно выглядят, особенно, когда речь идет о логоцентризме и фундаментализме. Здесь некоторая все-таки, мне кажется, путаница. Ну, все, вот это то, что я хотел сказать, я сказал.